17 апреля вся планета отметит Всемирный день цирка. Верхний Волжье не останется в стороне от этого праздника. Росгосцирк совместно со своим тверским филиалом подготовил масштабную программу празднования. Подробности у Романа Быкова. Третья суббота апреля во многих странах отмечается как Всемирный день цирка. Наша страна не исключение. Российское цирковое сообщество широко отметит этот праздник во всех городах, где есть Манеж. Тверской государственный цирк подготовил много ярких мероприятий для своих зрителей. Конечно же мы не могли пройти мимо. И Тверской цирк подготовил по этому поводу очень много. Целый цикл мероприятий в апреле. Начинаем мы его с всероссийской акции «Парад династии». Цирковое искусство, пожалуй, как никакое другое связано с таким понятием, как династии. Всем известны такие фамилии, как Дуровы, Запашные. На Тверском манеже в эти дни в составе труппы королевского цирка Геи Радзе блещет Алихан Алиханов. Его дед еще мальчишкой в далеком Дербенте был пленен выступлением бродячего цирка. В дальнейшем у моего дедушки было четверо детей. Мой папа, дядя, тети, которые все это подхватили, впитали, так сказать, в себя. В дальнейшем появился у моего папы я. Вот представляем свое умение сейчас в программе Тверского цирка. Руководство Тверского цирка решило не ограничиваться только династиями артистов. Поэтому на пресс-конференцию пригласили и представителей других профессий, как, например, Светлану Корчагину, у которой вся семья — это преподаватели. Мой дядя сейчас на пенсии, он преподаватель физики и математики. Тетя моего мужа преподавал французский. Две мои военные сестри закончили филфак и биофак. Наши знакомые шутят, что вы можете одной семьей преподавать весь курс. Всем этим династиям посвящена фотовыставка, которая открылась здесь же, в фойе. Причем она будет пополняться новыми фотографиями. Еще одним мероприятием, посвященным предстоящему Всемирному дню цирка, стала открытая репетиция. На нее пригласили ветеранов войны и труда, а кроме того детей, находящихся на палеотивном лечении в областной больнице. Многие из них в цирке впервые. Своих маленьких пациентов сопровождала главврач детской областной больницы. По словам Анны Зайцевой, такой визит очень важен для этих юных зрителей. Мы очень благодарны администрации цирка. Эта акция просто, на самом деле, прекрасна. Это как глоток воздуха, тем более для многих деток. И дети первый раз в цирке. Это, конечно, поднимает их тонус, да, это дает эмоциональный заряд. И, конечно, это помогает верить в будущее, верить в здоровье, в жизнь. Непосредственно с 17 апреля в 11.00 в Тверском цирке пройдет веселый праздник для детей, которых ждут подарки и яркая анимация, а также незабываемое шоу «Трупы Гии и Радзе». В целом же мероприятия в честь Всемирного дня цирка будут идти в нашем городе вплоть до 23 апреля. Помимо непосредственных гастролей Королевского цирка, они будут включать визиты артистов в учреждения здравоохранения, а закончатся высадкой аллеи династии, здесь же, на Тверской площади. В этой акции примут участие представители самых разных профессий.